Сегодня на библейском портале Экзегет мы вспоминаем события Страстной и Великой Пятницы. В этот день мы вспоминаем и предательство Юды, и взятие Христа под стражу, о том, как Христос был перед судом первосвященников, мы вспоминаем и отречение Петра, мы вспоминаем Христа перед первосвященниками Анной и Каиафой, дознание Пилата и Иудеев, первый допрос, выбор народа между Христом и Воравою, бичевание, терновый венец, и второй допрос, приговор Пилата и само распятие. Страстная Пятница начинается в четверг за ходом солнца, и там последовательно развиваются эти события. В послании к евреям, 4 глава, 14-16 стих и 5 глава, 7-9 стих, мы находим такие слова. «Имея первосвященника Великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Христос в одни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. «Хотя Он и Сын, однако, страданиями навык послушанию и совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Итак, Христос восходит на крест, на голгофские страдания через гефсиманское борение с великим воплем. И в этот день мы вспоминаем страсти Христа Спасителя, о котором в послании к филиппийцам, 2 глава, апостол Павел пишет, «Христос ради нас смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Он действительно послушан был воле Бога Отца до смерти и даже смерти крестной. А какая же воля Отца? В Евангелии от Ана мы находим ответ на этот вопрос. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел бы жизнь вечную». И в этот день мы вспоминаем предательство Иуды и арест Христа, когда Иуда, который знал, где находится Христос в Гефсимании, он приводит туда вооруженных воинов, и они схватили Христа Иисуса. И мы об этом читаем. «Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. И Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, «Кого ищете?» Ему отвечали, «Иисуса Назарея». И Иисус говорит им, «Это я». «Стоял же с ними и Иуда, предатель его, и когда сказал им, «Это я», они отступили назад и пали на землю». То есть даже эти люди, которые приходят арестовывать Христа Иисуса, они ощутили его величие. Иуда поцелуем предает Христа, потому что в темноте этим людям трудно было увидеть, кто из находившихся в Герсиманском саду, точно тот самый Иисус. И далее говорится, «Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть к Иафе, который был на тот год первосвященником». Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. То есть на этого Каиафа сошел как бы Дух Божий, и он изрек, что лучше один умрет за весь народ. Он это сказал, потому что все-таки он был священником Божьим. И Христос и есть тот один и тот единственный, который умирает за весь народ и за все человечество в планетарном масштабе. Казалось бы, когда происходит такое событие, ученики должны проявлять мужество, но мы видим отречение апостола Петра. Петр, кифа, камень от страха дает трещину этот камень. И мы читаем об этом. «А Петр стоял вне за дверями, потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба-предверница говорит Петру, и ты не из учеников ли этого человека? Он сказал нет, между тем, рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись, Петр также стоял с ними и грелся». То есть Петр отрицается от своего учителя, причем это делает не один раз, он это делает и второй, и третий раз. После суда перед Каиафой Иисус оказывается перед Анной и Каиафой, то есть когда они уже объединяются вместе, и происходит его допрос. Надо сказать, что отречение Петра Господь попустил ему. Вот это интересное объяснение святых отцов. И святые отцы предлагают объяснение в своих толкованиях на Евангелие Атаана, пишут, если бы у Петра не было бы этого отречения, он не смог бы помогать людям грешным. Если бы он был бы чист, как ангел, то как бы он мог стать руководителем христианской общины, христовой церкви, не имея опыта собственного падения и собственного раскаяния. О раскаянии Петра говорится, что когда запел тот час петух, Петр покаялся, потому что это было напоминание того, что сказал Христос, прежде чем петух не пропоет, ты трижды отречешься от меня. Далее следует дознание Пилата и Иудеев. От Киафы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал, в чем обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодеем, мы не предали бы его тебе. Пилат сказал им, возьмите его вы и по закону вашему судите. Иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого, да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Действительно, смертная казнь по римским законам это распятие на кресте. И Христос предсказал, как Моисей вознес змея в пустыне, так и Сын Человеческий будет вознесен на древе. А если бы евреи могли бы совершать казнь, тогда он был бы казнен через побивание камнями. То есть сбывается то, что было предначертано уже с древних времен. Проходит первый допрос. Тогда Пилат опять вошел в приторию и сказал Иисуса, и сказал ему, ты царь иудейский, Иисус отвечал ему, от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне. И здесь Пилат начинает как бы пререкаться со Христом, но Христос Спаситель проявляет глубочайшее смирение и не вступает в эти пререкания. В какой-то момент заходит вопрос об истине. И совершенно неожиданно Пилат задает вопрос, а что есть истина? Он задает этот вопрос, обращаясь к самой воплощенной истине. Христос ничего не отвечает на этот вопрос, потому что он и есть истина. Он сам есть ответ на все подобные вопросы, но Пилат не может этого понять. Далее происходит выбор между Христом и Варавой, когда Пилат предлагает иудеям выбрать, кого отпустить на праздник Пасхи. И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем, есть же у вас обычаи, чтобы я одного отпускал вам на Пасху, хотите ли отпущу вам царя иудейского. Тогда опять закричали все, говоря, не его, но Вараву. Варава же был разбойник. То есть та же самая толпа, которая ранее в день входа Господня в Иерусалим кричала Асана сыну Давидову, сейчас она начинает кричать распни, распни его. И между Христом и Варавой, человеко-убийцей, толпа выбирает Вараву. Это общий принцип. Падшее человечество всегда между Христом и Варавой выбирает Вараву. Варава – человеко-убийца, но в Библии сказано, что первый человеко-убийца от начала – это дьявол. Поэтому выбор между Христом и Варавой – это выбор между Христом и дьяволом, и толпа делает этот свой выбор. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его, и воины, сплетши венец и стерна, возложили ему на голову и одели его в багреницу и говорили «Радуйся, царь Иудейский!» и били его по ланитам. По понятиям римского права, приговоренного к смерти, надо было избивать. Пилат опять вышел и сказал им, «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Пилат мог подумать, что, может быть, толпа, увидев Христа уже наказанным, жалится над ним. Но окровавленный, избитый Христос приводит эту толпу в еще большее бешенство. Они как бы опьянели от вида крови. Пилат говорит, «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в Багренице. И сказал им Пилат, «Сей человек, когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, как бы опьяненные от вида его крови, распни его». Пилат говорил им, «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему, «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Христос не делал себя Сыном Божиим, он предвечный Сын Божий от начала. Пилат испытывает страх, когда слышит вот эти слова, и он начинает опять собеседовать со Христом, но потом под натиском толпы он все-таки выносит свой приговор, когда толпа ставит на вид Пилату то, что Христос как бы противится Кесарю. И толпа кричит, «Нет у нас царя, кроме Кесаря», и они избирают как бы власть Кесаря, римского императора над собой, в противоположность власти Христа. И пройдет несколько лет, этот народ окажется один на один со своим Кесарем, которого они избрали, отвергнув Христа, когда римские войска окружат Иерусалим и будут уничтожать полномерно этот город и его население. По римским законам человек должен был нести орудие казни к месту казни. И мы читаем, «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа, то есть гора черепа или гора головы». По древнему преданию, это то самое место, где был похоронен первый человек Адам, точнее, когда он умер, его положили на этой горе, и люди не знали, что делать с его телом. Но солнце ярко светило, и кожа начала сползать со лба Адама. И тогда люди засыпали его тело. Но в память об этом они назвали эту гору Голгофа, то есть голова Адама. Она была там, а Голгоф – это гора черепа. Там распяли его, и с ним двух других, то есть разбойников, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Таким образом, исполнилось пророчество, что он к злодеям будет причтен. Пилат велел сделать надпись «Иисус Назарей царь иудейский». Эта надпись была сделана на римском языке, на еврейском языке и на греческом языке. И многие читали эту надпись так, что первосвященники послали сказать Пилату, не пиши царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский, Пилат отвечал, что я написал, то написал. То есть он не меняет своего решения. «Воина же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части и хитон. Хитон же был не шитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, да сбудется сказанное в Писании». Таким образом, исполнилось древнее пророчество, разделили ризы мои между собою и об одежде моей бросали жребий. Конечно, страха ради иудейского апостолы все разбежались, и в какой-то момент они заперлись в сионской горнице и пребывали в трепете. Но не все ученики Христа вели себя так. Мы читаем, «При кресте Иисуса стояла Матерь Его и сестра Матери Его Марии Клеопова и Мария Магдалина. И Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей, «Жено се сын твой». Потом говорит ученику, «Се Матерь твоя», и с этого времени ученик сей взял ее к себе. То есть, в лице Иоанна Богослова все мы, христиане, на Голгофской горе усыновляемся Божьей Матери, виновницы нашего спасения. Что происходит далее? Далее Христос восклицает на кресте жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Война, напоив уксусом губку и наложив на и соп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, «Свершилось!» и, преклонив голову, предал дух». Христос отказался вкушать этот уксус, потому что это была анестезия, а Христос хотел до конца как бы взять на себя вот все эти страдания. Из других Евангелий мы видим, что на кресте Сын Божий молился по псалтыре, когда произносил известные слова «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Таким образом, на кресте он научал нас в трудные моменты жизни молиться по псалтыре, прибегать к этому кладезю подлинной молитвы, который рожден благодатью Духа Святаго, которая касалась псалмопевца Давида. Далее мы читаем, но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, события седмицы опресноков, продолжались. Пасха называется также у иудеев опресники. «Они просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их». Дело в том, что когда человек висит на кресте, чтобы ему сделать вздох, ему надо подтянуться на гвоздях, чтобы расправить диафрагму, но это причиняет страшную боль. Сделав вздох, он опять провисает. А чтобы сделать новый вздох, ему надо подтянуться руками, упереться ногами. А когда перебивают голени, ноги, человек не может сделать вздох, и он задыхается. И когда воины начали перебивать голени, они увидели, что Иисус уже умер. Он умер на кресте. Но чтобы убедиться, что он точно умер, один из воинов наносит удар копьем под ребро Спасителя, и из боку Спасителя истекает вода и кровь. Тело Христово — это Церковь, а входим мы в Церковь через Таинство Святого Крещения и состоим в Церкви, пребывая во славе этого Божьего народа через Таинство Святой Евхаристии. Таким образом, вода и кровь, которые истекли из его боку, они обозначили, как мы входим в Церковь и как мы продолжаем свое существование в ней. И Святые Отцы проводили параллель между боком Христа и тем, что вход в ковчег, который построил Ной с сыновьями, Симом, Хамом и Афетом, тоже был сбоку. И отцы проецировали это на бок Христа. А Златоуст писал, что когда воин копьем ударил в бок Спасителя, то этим ударом было остановлено движение круговое огненного меча Херувима, который не давал людям таким образом вернуться в рай. Об этом говорится в книге Бытия. Был поставлен Херувим с огненным обращающимся мечом. То есть теперь через Таинство Крещения и через Таинство Причастия мы имеем доступ в рай сладости. И что происходит после этого, когда Христос умер на кресте? Его голени, то, что их не перебили, это было исполнение пророчества кости его не сокрушаться, потому что пасхальный агнец должен был приготовляться таким образом, чтобы кости его не сокрушали. А как мы помним слова апостола Павла, «Пасха наша — это Христос, закланный за нас». Потом происходит погребение, которое описывается следующими словами. «После сего Иосиф из Аримафея, ученик Иисуса, но тайный и страха от иудеев, просит Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил». Здесь говорится о том, что Иосиф Аримафейский был тайный ученик, но перед трагедией смерти Христа он уже не придерживается этой тайны, он открыто приходит и просит, чтобы он смог похоронить тело Христа. Пилат дает позволение, что делает Иосиф Аримафейский, пошел и снял тело Иисуса, пришел также и Никодим, это другой тайный ученик, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из мирны и алоя, литр около ста, и так они взяли тело Иисуса, и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают у иудеев на том месте, где он распят, был сад и в саду гроб новый на том месте, где он распят, был сад, то есть недалеко, и когда мы пребываем в Иерусалиме, в храме воскресения Христова, мы видим, что действительно все происходило на том же месте, Голгоф, и вот рядом сад. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что приближалась суббота, еврейская суббота начинается в пятницу за ходом солнца, потому что гроб был близко, они уже не могли ничего выбирать, все делалось поспешно. И мы знаем, что еврейские первосвященники испугались, что ученики могут украсть тело Иисуса Христа, и они поделились этими опасениями с Пилатом, тогда было приказано привалить камень к гробу, камень был опечатан специальной печатью, которую никто не мог нарушить, и была выставлена охрана. Но сможет ли она удержать во гробе того, который сам есть источник жизни, жизнодавец, тот самый Бог, о котором сказано в Библии, что мы им живем, движемся и существуем. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова